Видео уроки фотошопа При помощи того, что мы затеняем нужные нам области И нужный нам объект как бы выделяется на этом плане Итак, давайте рассмотрим несколько способов, которые могут помочь вам это сделать Первый и самый простой способ это Создать новый пустой слой поверх нашей фотографии Выбрать на палитре черный цвет Залить данный слой черным цветом Нажимаем комбинацию Alt-Del И теперь добавляем к этому слой маску Щелкаем сюда И при помощи градиента от черного к белому Стиль поставим радиальный для него Заливаем вот таким вот образом из центра к краям наш слой градиентом В результате у нас получается вот такая вот виньетка Если она неровная, ее можно подправить еще раз просто поработав градиентом Вот примерно так Если кажется, что фотография получилась слишком темной Можно в любой момент понизить прозрачность этого слоя До нужной нам И как видите, вот до и вот после Это первый способ Второй способ Это создать корректирующий слой кривые Выгнуть кривую примерно вот таким вот образом вниз Вот примерно так, чтобы весь снимок у нас чуть-чуть потемнел И также залить данный слой градиентом Также из центра к краям Примерно вот так И как видите, у нас также получается виньетка Только виньетка в данном случае выглядит более естественно И не нарушает контраст всей фотографии То есть в данном случае у нас немножечко потерялся контраст Когда мы просто наложили черный слой сверху А вот этот способ, он позволяет нам Затемнять нашу фотографию более реалистично И у нас, как видите, не теряется контраст Что очень важно Так, ну и последний способ Который также имеет место быть Это добавление виньетки При помощи фильтра коррекции и дисторсии Для того, чтобы воспользоваться Нам с вами необходимо продублировать наш фоновый слой Нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре И переходим в пункт фильтр Выбираем здесь Коррекции и дисторсии Здесь мы с вами переходим во вкладочку Заказная И в данной вкладочке у нас есть вот такой вот раздел виньетка Здесь у нас два ползунка Это ползночек эффект И средняя точка Перетаскивая ползунок эффект Мы с вами можем затемнять изображение, как видите Чем сильнее я перетаскиваю, тем сильнее у нас идет затемнение Если, соответственно, я перетаскиваю в правую часть данной ползунок У нас будет, наоборот, все высветляться Ну, примерно вот так вот, я думаю, можно оставить А ползуночек средняя точка у нас отвечает за радиус этого самого затемнения То есть, чем сильнее мы ее перетаскиваем влево Тем больше у нас затемняется наше изображение То есть, тем больше радиус затемнения Если перетаскиваю вправо, то, соответственно, он меньше Также подбираем здесь, в зависимости от ваших нужд и вашей фотографии Данный эффект Смотрим на результат, когда нас все устраивает Просто нажимаем на клавишу ОК В итоге получаем вот такой вот результат Как видите, до и после Ну что ж, вот эти три простых способа помогут вам Легко и быстро добавить виньетку на любой ваш снимок Какой из этих способов использовать уже решать вам Надеюсь, данный видеоурок вам будет полезен Всем спасибо за внимание И до встречи Получите бесплатный видеокурс Профессиональные техники тонирования и цветокоррекции фотографий Жмите на кнопку «Получить курс»